всем привет сейчас я запишу для вас видео о том как увеличить системную память телефона на примере Lenovo P780 я столкнулся с такой проблемкой мне в принципе мои подписчики писали просили чтобы я сделал тоже такое видео и как раз вот недавно то точно также и у меня такая проблема возникла то есть есть вот у нас если у нас нет карты памяти например да и даже если есть карта памяти иногда бывает так что вот этот один гигабайт корень файловой системы куда в основном ставятся там всякие там программулины которые нельзя переместить на SD карту то она забивается там остается очень мало места и соответственно потом потом просто-напросто программкой не хотят ставятся говорят что нет места и так далее то есть но есть такая тенденция что особенно если мы пользуемся SD картой то вот это вот внутренняя SD как бы память телефона она как правило не забивается то есть там фактически гигабайт всегда есть свободный и соответственно чтобы решить эту проблему мы можем за счет вот этого места увеличить вот это вот место для того чтобы телефон у нас мог оставить там больше программ и не было у нас трудностей я читал инструкцию как это делать делать буду на совершенно новом телефоне который только 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 вот включен по сути то есть поставил сын у него программки и как раз именно думаю сделаю сразу человеку перед тем как отдать чтобы у него уже не было этих трудностей и проблем что потом он не мучился и не парился вот и для того чтобы нам сделать эту операцию увеличить системную память то нам нужно будет что нам нужно будет установить сюда модифицированный recovery в частности я поставил тврп с помощью программки mobile uncle tools ссылочки на то где взять тврп я выложу под видео и ссылочку на программку которую которую будем разбивать память тоже я выложу под видео а как установить модифицированный recovery а и root еще нам понадобится и root то можете посмотреть вот в этом видео вот ну что я принципе root поставил тврп я поставил теперь можем приступать к установке вот точнее переразметки нашей памяти в инструкции которую читал было написано ну использовалась sd карта то есть в телефоне должна была бы стоять sd карта внешняя на которую нужно будет сделать backup вот но бк в принципе сделал со своей картой но я хочу попробую сделать это без sd карты потому что многих пользователей sd карты в телефоне нет и поэтому проверим рабочий это способ для того чтобы установить все что нам нужно то есть поменять переразбить память без sd карты вот сейчас я перезагружусь в recovery то есть можно принципе сделать backup на память телефона то есть на sd карточку так называемую телефона и потом скопировать например на компьютер чтобы освободить место потому что у меня backup занял 700 мегабайт то есть обязательно я поставил бут дата я не 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 бы катал потому что здесь программки все это восстанавливается то есть вот эти вот папочки особенно н варам то все это дело я забыкапил и это у нас где-то заняло сколько у нас это где-то 700 700 с чем-то мегабайт то есть при если мы будем забирать 1.4 1 гигабайт у соответственно у нас как бы не в не будет места которого можно будет забирать потому что у нас бы всего только 700 свободно вот ну backup допустим мы сделали батарейка у нас заряжены как минимум на 50 процентов то есть мы можем приступать к работе над нашей памятью для этого нам понадобится программка которая уже скачал и скинул в корень sd карты телефона вот и для того чтобы воспользоваться мы нажимаем install и находим вот такой файлик по 780 live v2 reported data aroma zip нажимаем на него и можем чтобы запустить программку нажимаем свайп так он фильм флэш сейчас мы запустится имеет она графический интерфейс вот и что нам здесь предлагается сделать то есть он уже увеличить наш раздел 1 гигабайт а который у нас есть полтора гигабайта 2 гигабайта 2 и 5 гигабайт то есть если вы будете делать больше 2 гигабайт то обязательно должна быть sd карта потому что памяти в телефоне не останется и если вы захотите что сфотографировать например то у вас могут возникнуть проблемы и что скопирует информацию асмологично возникло козин проблем выучить телефон подключить телефон компьютеру то у вас возникнет проблем потому что как бы sd карты которая должна детекция на компьютере у вас не будет потому что вы заберете всю память на непосредственно уже на системную память переведете вот есть у нас вариант выбрать внутреннюю sd карту то есть мы оставляем или убираем то есть я бы рекомендовал все таки опять таки оставить потому что снова если мы уберем то при подключении телефона без внешней sd карты компьютеру то у нас компьютер не сможет ничего скопировать записать на этот телефон и так далее вот ну я в принципе сейчас попробую сделать 2 гигабайта вот к посмотрим как она себя поведет что она будет делать и после этого то будем смотреть как что и почему и sd карту мы тоже принципе оставляем нажимаем далее так все настройки выполнены для то что приступить мы нажимаем установка это займет некоторое время поэтому мой телефончик наш оставим а потом посмотрим все телефончик у нас перезагружается об этом это нам может говорить о том что процедура завершена и сейчас мы проверим все ли у нас порядке кстати если вы у вас было sd карта то была рекомендация что перед тем как начинать это дело дело по переразметки памяти то в настройках телефона установить по умолчанию память для установки это sd карту он так у нас sd карты внешней нет мы этот у нас упустились у вас есть sd карта внешне тогда конечно же можно и поставить кстати после того как установится закончить процедуру это все дело мы можем получить сообщение о том что у нас там проблема с внутренней памятью вот на принципе вот повреждена встроенная память то есть мы это дело не пугаемся нажимаем и просто ее форматируем она отформатируется и все у нас будет в порядке то есть телефон на запустился это уже плюс теперь сейчас посмотрим что у нас по памяти по памяти у нас все отлично вот видим у нас корень системы 2 1.9 фактически 2 гигабайта и внутренняя sd карта у нас уменьшилась до 400 670 467 мегабайт то есть операция у нас проведена успешно даже без внешней sd карты вот и в принципе у нас все в порядке вот так что все процедура удалась в принципе сложно как видите ничего у нас здесь нет вот если вам вам нужна такая штука и увеличить нужно память то пожалуйста вот вам рабочий способ также меня к сожалению не на чем сейчас еще попробовать но я думаю что этот же способ он справедлив и для других устройств с таким объемом оперативно оперативно и с таким объемом установленной памяти и как у меня будет если у меня вдруг будет возможность то я попробую конечно же на другом устройстве в одно ближайшее время к сожалению пока что не замечается поэтому на по 70 80 100 процентов на других можете пробовать я думаю что там вся 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 штука делается точно так же потому что андроид устроен принципе одинаково отличаются графическими оболочками вот на этом принципе я заканчиваю надеюсь что на видео было вам полезным вам понравилось если это так то ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите комментарии задавайте вопросы всем пока